Вакцина-профилактика в современном мире один из способов защитить сельскохозяйственных животных и домашних питомцев от заболеваний, а также последствий, вызванных различными инфекциями. Совсем недавно Федеральный Центр охраны здоровья животных представил новые отечественные вакцины для профилактики экономически значимых заболеваний птиц и вирусных болезней собак. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Многие заболевания птиц приводят к их гибели или к снижению продуктивности, а это приводит к убыткам хозяйств. Отечественная вакцина в НИЗЖ и ББ плюс Рео применяется для профилактики инфекционной бурсальной болезни или болезни гамбара и реавирусного теносиновита птиц. После однократного применения формируется иммунитет к возбудителю заболевания через 28 суток. Иммунитет сохраняется в течение года. Еще одна вакцина защищает птиц от микоплазмозов. Она предназначена для профилактики респираторного микоплазмоза и инфекционного синовита птиц в благополучных, угрожаемых и неблагополучных птицеводческих хозяйствах. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа через 21 день после однократного применения. Ранее на нашем рынке отсутствовали отечественные препараты профилактики синовита. Третья зарегистрированная в этом году вакцина Корникан-4 предназначена для профилактики чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов и аденовирусной инфекции собак. Вакцина зарекомендовала себя как высокоэффективной и безопасной для здоровья питомцев. Она действует в течение года. Необходима ежегодная ревакцинация. Препарат вводится подкожно или внутримышечно двукратно с интервалом 21 сутки. Вакцинацию можно начинать проводить с 8-10 недельного возраста щенков. Взрослым собакам, не вакцинированных ранее, препарат вводится по такой же схеме. Для ревакцинации питомцев достаточно введения одной дозы вакцины. Корникан-5 для собак против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции второго сиротипа и бешенства. Вторая вакцина для птиц для профилактики болезни Нью-Касла из лентогенного штамма НБН. И третья вакцина против заразного узелкового дерматита и штамма Нитлинг для экспорта. Препараты прошли все доклинические лабораторные и клинические производственные испытания и находятся на стадии регистрации.